здрасте друзья вас приветствует алексей усадьба мятная поляна псковская область иду трава по пояс как в одной из песен хитов 80-х годов а иду я сейчас добывать иван чай его еще называют кипорский чай он у меня вот там на горизонте растет ну люпин конечно у меня растет не пахнет вот его плоды крючки считается сорняком я его очень много вот целый целые кусты яблоня сладкая ну сейчас она не очень сладкая я камеру несу на уровне глаз так что представляете какая у меня высокая трава так лишь бы еще кто-то у меня здесь лежал вот и дошли до иван чая сейчас будем собирать я покажу как это все происходит какие именно листья надо срывать можно конечно еще собирать вот эти цветочки вот так отрывать их заварить они очень приятный вкус аромат дают можно вот так еще есть пчелы шмели берем вот так рукой и остается макушку главное оставить макушку а 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 Субтитры делал DimaTorzok В прошлом году я этот иванчай под корень скосил Листья отбраковываем Вот такие листья пожухлые С красинкой не пойдут Затем берем вот эти листья И вот так вот начинаем Натирать Это называется ферментация Вот такие колбаски Затем эти колбаски Нарезаем ножом И отправляем сушиться Или в тенек Но у нас здесь солнце сейчас не наблюдается Вот только что перемирие у нас Природное Дождь закончился До этого ливень Лупил очень и детский Так вот Можно сушить в тенечке Так чтобы солнечные лучи Не попадали Но было тепло Или на противне в духовке Я буду второй вариант использовать В Петербурге В духовке Потому что я завтра уезжаю Обратно Я приехал буквально на 4 дня Гнус Кусается гнус Друзья Вот у нас перемирие С природой закончилось Пошел Опять дождь Я фактически насобирал Пакет Иван-чая Приветствую друзья Из холодного дождливого Петербурга Вчера приехал из дождливой Псковской области Где был 3 дня За эти 3 дня Успел насобирать иван-чая Также побывал На слете Экопоселений Псковской области Проходил непосредственно В экопоселении Чистое Небо На Общей Поляне Приехал К шапочному разбору А именно 6 числа Был сам фестиваль А я приехал 7 числа Был уже Круглый стол По решению вопросов Как жить дальше Ну это так В общих чертах Это Маленький анонс Вперед Забегаем Так вот Ролик сегодняшний Посвящен Непосредственно Переработке иван-чая Еще раз напомню Вчера это 10 июля Приехал сегодня 11 июля Приехал с работы Дневной смены Вчера заложил иван-чай В морозилку А до этого сутки иван-чай По собственному соку А именно Когда я его собрал вечером Ночь И потом В автобусе Он мариновался Всю дорогу 8 часов Для чего это делаю Чтобы он Дал Особые Вкусовые Свойства В морозилке Он полежал Он тоже Ферментируется И дает Такой небольшой Тонкий Сладковатый Вкус Но это на мой взгляд На самом деле Очень давно Был завод По производству И экспорту Иван-чая Еще Причем При Царе Николае II 1909 год Первое место По экспорту Иван-чая А именно Кипорского чая Ну в далекий В далекий 42-й год Подразделение СС Благополучно В Ленобласти Разворотили И сравняли С землей Этот замечательный Завод По производству Тонизирующего Чая Для наших Советских войск Технология Утеряна И каждый Делает по-своему Как кто умеет По моей Информации Было 50 Видов Чаев То есть Смеси Чая И Кипорского С чем-либо У меня Сегодня Будет Обычный Ферментируемый Чай А именно Гранулированный Для этого Я Привез Сковской Сная Месторубка Еще Рублема Кировский Завод Сейчас даже Скажу 6 рублей 60 Копеек И 90-го года Выпуска По наследству Перешло Ко мне Она абсолютно Новая Она была В упаковке В целлофане Так вот Поехали Дальше Вытаскиваю Иван Чай Это Настоящий Брикет Как видите Замет И именно Сейчас Я буду Заниматься Измельчением Мясорубкой А затем Сушить В духовом Шкафу А именно В газовой Духовке Поехали Сейчас От чая Запах Такой Интересный Чем-то Иван Чай Сейчас Он Сызмазью То есть Он Влажный Я Немного Потушу Напротив Чтобы Чтобы Вышла Влага Иначе Жануляция Не Произойдет У меня Есть Видео Прошлого Года Как я Его Делал Там Я Его Просто Нарезал И Скатывал Руками Вот Так Первый Чай У меня Получился Зеленый Как Обычно Зеленый Китайский Чай Только Это Русский Исконно Русский Киповский Чай Зеленый Второй Чай Я Сделал Ферментированный С Листьями Липы К сожалению Погалать Нечего Я Уже Его Выпил Так Делаем Новый Урожай Напомню Это Один из Способов Как Делают По-своему В этом В этом Году У меня Вот Такая Технология Способ Помощи Мясорубки Это Сделать Я Надеюсь Это Быстрее Уйдет Чем Я Ножом Нарезал На Кубики Квадратики Первую Парту Подсушил Сейчас Выкладываю И закладываю Следующую Партию Вот Такой Бах Лап Оба Оба Ладно Положим Пока Покладем Пока Вот Таким Образом Видно Будет Приступим Звук Конечно Издается Интересно Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Довольно-таки Трудоемкая Работа Кстати, если делать это электрическое, может сгореть Я имею ввиду мясорубка У меня соседи Многие Жалуюсь Говорит Накрылась Я говорю Ну вот Ручная Есть Она Точно Не сгорит Не сломается Из первого Замеса Вышло Грамм 200 Наверное Вот так выглядит Гранулированный Чай Это не финальная Стадия Я сейчас Отправлю Это все Сушиться в духовку Вторым ярусом На первом ярусе Сохнет Иван-чай Это уже вторая закладка Видите, какой он влажный Это потому, что В дождь собирал И плюс еще В морозилке Побывал То есть Из него Выморозило Всю воду Жду, когда Второй замес Высохнет И начну делать Вторую партию Вот высох Первый замес Получается Ну, я не знаю Грамм 100 Это второй замес Вот высох Второй замес А вот третий замес Я вот стал И сушиться Так вот, друзья Не так-то просто Приготовить Классный фирменный Иван-чай Спасибо за внимание Всем пока И удачи С вами был Алексей Из Петербурга Ютуб-канал Жизнь в мегаполисе И деревни Субтитры создавал DimaTorzok